Итоги месячника по защите прав потребителей в городской мэрии подвели на пресс-конференции. Специалисты Управления потребительского рынка и услуг рассказали, на что чаще всего жалуются ивановцы. Проблемные вопросы остаются прежними. ЖКХ, транспорт, социально-бытовые услуги. В минувшем году в мэрию обратились более 400 человек. К сожалению, сохраняется все-таки устойчивая тенденция роста числа обращений граждан в наш отдел. И я считаю, что это вызвано не только наличием некачественных товаров на рынке, но и высоким уровнем все-таки грамотности потребителей. То есть потребители начинают читать законодательство, узнают свои права и пытаются их отстоять. Если не получается, соответственно, они используют наши услуги. Отдел защиты прав потребителей в городской администрации существует 8 лет. За это время возвращено более 2 миллионов рублей за некачественные товары и услуги. Все консультации гражданам оказывают бесплатно. В большинстве случаев вопросы решаются в досудебном порядке. Надо сказать, что эффективность действий специалистов отдела доказывает тот факт, что всего 6% от всех обращений нашли свое продолжение в суде. То есть это говорит о том, что грамотно составленные претензии, поданные продавцу, она решает вопрос добровольно, положительно, без обращения в суд. В 2014 году Всемирный день прав потребителя проходит под девизом «За права потребителей услуг мобильной связи». Управлением Роскомнадзора разработана концепция, направленная на улучшение качества услуг связи, повышение защиты прав потребителей. В настоящее время рынок услуг связи растет, а вместе с ним увеличивается количество обращений. Не везде качество и плотность сигнала одинаковы. Это касается удаленных регионов области. Жалобы на снятие денег со счетов абонентов. Оказание контента услуг связи с использованием коротких номеров, четырехзначных. По итогам встречи состоялось награждение победителей студенческого конкурса на тему защиты прав потребителей. Он впервые проводился в профильном вузе – Ивановском филиале Российского торгово-экономического университета. Молодежь показала неплохие результаты. В будущем решено проверить знания законодательства и в других учебных заведениях города.